Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас среди молодых людей достаточно в ходу, скажем так, вот такая, давайте мы сначала поживем, а там видно будет. И как правило у нас сейчас свадьба происходит. Почему? Потому что УЗИ показало свадьбе быть. Да, все ясно. Скажите, пожалуйста, я даже не говорю, что с точки зрения православного человека, да, а вот в обычных человеческих ценностях плюсы и минусы такого гражданского брака. Ну, сам по себе гражданский брак, что это такое? Это понятие появилось тогда, когда в свое время Владимир Ильич Ленин отделил церковь от государства, и церковь потеряла свой юридический статус. Раньше все делалось через церковь, через храм. То есть рождался человек, его крестили, в метриках записывали, когда это произошло. Венчался человек, то есть заключал брак. Это тоже записывалось в определенной метрической книге. Ну, и, соответственно, крещение его детей, венчание его детей и так далее до того момента, когда человек уже отходил ко Господу. Его отпевали, также записывали в метрическую книгу его отшествие. Отшествие вот таким вот образом. Но когда вот эти полномочия были отобраны у русско-православной церкви, появилась такая организация, как запись актов гражданского состояния, то бишь ЗАГС. Вот люди под марш Мендельсона, красиво одетые, менялись, значит, не батюшка им одевал кольца, так сказать, а менялись сами. То есть сами заключали его, без Бога получается. Ну, и их объявляли мужем и женой в гражданском, вот в этом браке как раз же. Ну, а в паспорточках ставили штампики, что гражданин Иванов заключил брак с гражданкой Сидоровой. В результате была присвоена фамилия супругам Иванов там, Ивановой и так далее. Вот. И сейчас, так сказать, ну, раньше этого строго придерживались, конечно. Конечно, целомудрие имело место быть, вот, все-таки люди как-то, они были более скромны и стеснительны даже по отношению к другим людям. То есть как-то вот само слово «порядочность», оно не просто было пустым звуком, и люди все-таки знали, что они делают, отвечали за свои поступки. Вот. Вот, регистрировали браки, таким вот образом, в органах ЗАГСа, и это был гражданский брак. То есть, а сейчас интересные понятия, когда упадок духовности все идет все дальше и дальше. Вот. Церковь, конечно, заняла свою нишу, так сказать, в пустоте человеческого такого мировоззрения, но до сих пор она далека от большинства массы людей, чтобы влиять своей правдой. Вот это, конечно, очень прискорбно это чувствовать, и поэтому венчание на данный момент времени для меня, вот, как для священника, уже повенчавшего не одну пару, может быть, даже несколько десятков пар, это, знаете, это событие, ну, сродни к какому-то юбилею, как дню рождения. Вот, поэтому для меня, конечно, это очень радостно в том плане, что, когда люди венчаются, это совершенно по-другому все происходит. Исайя Ликуй. Исайя Ликуй. В общем-то, продолжая тему вот этого, как сказать, пробного или гражданского брака, некоторые, как говорят, приходят, батюшка, мы там вот поженились недавно, вот, я говорю, подождите, подождите, а вы зарегистрировались? Нет. Я говорю, почему? Ну, мы еще же ведь как бы сомневаемся, подойдем ли мы друг к другу во всех отношениях. Я говорю, нет, ребята, так не пойдет. Ну, как, вы пожили, а значит, попробовали, так сказать, какой-то вкус семейной жизни, да, а потом начали выводить какие-то моменты, да, что подходите вы друг другу или не подходите. Это уже грех, понимаете, сам по себе грех. Почему? Ну, во-первых, что здесь получается в этом пробном браке? Ну, это блуд, если уж так просто не обговаривать его со всех сторон, это блуд. Только законный согласие родителей, родственников и нашего общества, так сказать. Ну, ничего страшного, поживут, а потом там будет видно. Так, нет, дорогие мои, что получается в этом плане? Люди живут. Для мужа, для мужчины, получается, это иллюзия свободы, а для женщины это иллюзия семьи. То есть, и оба находятся в таком иллюзорном состоянии. Как быть дальше? Они живут, проходят года, десятилетия, рождаются дети, уже внуки, а люди все, так сказать, в пробном браке. Все, он жених, а она невеста, да, то есть, ну, вот как-то, знаете, несерьезно просто получается. Вот, ну, потом все-таки некоторые приходят, как бы, все чувства регистрируют такие браки, уже расписываются. Вот, некоторые боятся за штампик в паспорте. Паспорт, ну, ворать не охотно, не хочется, как мне говорят некоторые. Ну, дорогие, мы так, дело никак не пойдет, если уже один раз и на всю жизнь. То есть, я приветствую таких юношей, знал такого мальчика, в общем-то, студента, который вот все мечтал, что, батюшка, вы меня благословите, помолитесь за меня, чтобы я нашел такую невесту, чтобы мне ее Бог дал, чтобы вот, мы бы, ну, вот, вы знаете, вот эта фраза меня просто сразила, которую он сказал мне, чтобы, говорит, мы вместе славили имя Господне. Представляете, какая симфония? Муж и жена делают одно дело в духе о Господе Боге. Они вместе молятся, они ходят на службу, они рожают детей, крестят их, воспитывают их в духе православия. Это же, ну, я не знаю, это выше всяких похвал. Это уже целомудрие. И за такое, за такую верность, за такое, понимаете, вот такое отношение, потому что брак – это святыня. Это святыня, просто Господь сам заповедовал брак. Первый брак был заключен в раю между Адамом и Евой. Господь же сказал, плодитесь, размножайтесь, населяйте землю. Благословил тот брак сам. И, конечно, чем занимались Адам и Ева? Они возделывали Эдемский сад и вместе возносили молитву, а Бог сам являлся им. И беседовал с ними. Но, к сожалению, с грехопадением человек утратил это чувство Богообщения. Его надо искать в себе или понуждать себя на молитву. Поэтому, видите, некоторые спрашивают мою позицию, чисто больше, как вы относитесь к этим пробным бракам. Я говорю, братья и сестры, даже меня не спрашивайте, резко отрицательно. Если человек, как говорится, сомневается, Вы знаете, вот я знаю такого страшного великого полководца, Чингисхан, который огнем и мечом почти всю землю прошел. Ну, вот вы знаете, он интересный был человек. Он говорил такую вещь. Боишься, не делай, делаешь, не бойся. Чтобы потом ни о чем не жалеть. И вот здесь также у православного должно быть. Перекрестился человек, Господи, благослови. И все. И тогда, вы знаете, Господь сам устроит все и подберет человеку хорошую жену, которая бы любила домашний уют и детей. И когда любовь в семье, там ничего не страшно. Конечно, человек, например, материальный, он может перевести все на какие-то духовные отношения, на чисто материальные. А чем кормить детей? А что мы будем кушать? Простите, но вы что, сейчас вот голодом сидите, да? Что у вас вот сейчас в холодильнике вообще шаром покатить? Да нет же, конечно. Но ведь если Бог дает семью, дает дитя, значит, Господь и даст возможность заработать на жизнь и прокормить и себя, и своих детей. То есть, понимаете, в чем дело? Тут момент очень такой интересный. Не надо вычеркивать Бога из своей жизни. Не надо его вычеркивать. Понимаете, Бог рядышком, только призови. А вопрос веры в Него, ну, это уже надо отнести к самому себе. А готов ли я не просто верить, а довериться Богу? Вот вера и доверие Богу – это две разные вещи. Верить в Бога? Ну, все верят. И бесы верят. А доверяет Богу только единицы. Вот поэтому, наверное, здесь и необходимо такую черту подвести. Взвести самого себя и сказать, Господи, до конца ли я доверяю Тебе? Вот, Ты вот мне дал и семьи, и детей. А вот сомневаясь, ну, вот здесь что можно ответить такому, сомневаясь человеку? Ну, помните, там, сотник, когда подошел ко Господу. Господи, ребенок мой лежит, страдает сильно, может умереть. Господь ему сказал, а Ты веришь, что я могу исцелить его? Ну, Господь-то видел сердце человека. Тогда сотник воскликнул, Господи, верую, помоги моему неверию. То есть верую, но немножко сомневаюсь. Вот поэтому от маловерия надо тоже молиться. То есть здесь вера в Бога – это дар Божий. А всякий дар надо еще согласиться принять. Потому что, ну, как, у меня же много там знаний в сердце, да? То есть я знаю какие-то материальные вещи, физическую природу каких-то вещей, да? Вот. А вера в Бога – это да, это дар. Это чудо. Батюшка, скажите, вот бывает так, что обжигшись на молоке, на воду дуют, да? И вот получилось так, что пожили, но разные менталитеты, разные семьи, разное воспитание, разошлись. Встретил другую – дай-ка я лучше сначала поживу, посмотрю, чтобы потом… Ну, вот даже первый брат был венчаный, там, со свадебной платью, с машиной, с пупсом и так далее, и так далее. И вот брак распался. И уже человек просто боится связывать себя официальными узами. Опять боится, да? Да. Ну, боишься – не делай. Здесь видите, в чем момент какой. Наверное, скорее всего, прежде чем создать семью, человеку надо иметь твердую установку и твердую решимость на вот это, что один раз и на всю жизнь. Ведь раньше было как? Если у человека по каким-то причинам не складывалась семейная жизнь, он видел в этом промысел Божий. И люди именно уходили в монастыри. Просто-напросто становились монахами, чтобы свои, так сказать, грехи загладить, да, по жизни. Отмолить весь свой род. Видите, в чем дело? Ну, некоторые, конечно, возмутятся. Как там? Монастыри переполнятся. Сколько у нас разрушенных браков? Да нет, дорогие мои, не переполнятся. Дело в том, что, если уж так говорить, то в монастырь-то Бог призывает. Ведь второй брак, понимаете, да, допускается с церковью, как снисхождение к немощи человеческой. А вот на третий брак святитель Василий Великий в своих посланиях говорит, а на сие, говорит, смотреть, как на нечистоты в церкви. Вот в чем дело. Поэтому такому человеку надо всю жизнь каяться именно за то, что он два брака не сохранил по причине своего духовного несовершенства. Ну и что ушла? Ну, слава Богу. Ну, значит, не твоя, если ушла. Или не твой. Ведь поймите, в чем дело. Если мы во главу угла поставим Бога, а потом все остальное, все остальное займет свои места сразу. Вот поэтому приоритет вот этих отношений семейных, вот я постоянно говорю с людьми, когда у нас встречи вот такие, или в батюшке онлайн, вот, я всегда ставлю вот момент такой, что... Это приоритет отношений. Бог, супруг, ребенок. Все. Если это все будет соблюдаться, все вопросы отпадут сами собой. Вот таким вот образом. А все эти пробные гражданские браки, ну, дорогие, это грех просто. Грех, вот только принявший такое легальное положение в обществе. Вот таким вот образом. Поэтому, прежде чем венчаться, конечно, с органов ЗАГСа, вы видите, как мы требуем специальное свидетельство, чтобы копию снять, чтобы у меня какие-то были гарантии. Они просто, люди пришли, батюшка, давайте нас венчайте. Я говорю, ребята, стоп. А вы в ЗАГСе были? Нет. А зачем нам эта бюрократия? Понимаете, дело в том, что люди совершенно без гудонедели в храме еще не были, не молились, не причащались, не исповедовались. Я духовно не знаю человека, я сразу его должен венчать. Нет, конечно, человек должен походить в храм, подготовиться духовно именно к этому очень решительному шагу таким вот образом. Ну, а потом уже действительно можно как-то уже действительно подойти к вопросу о венчании этих людей. А в вопросе о целомудрии некоторые спрашивают, говорят, ну, батюшка, а какое целомудрие? Вот я сейчас вот хожу, значит, я вроде бы как целомудренная, связи у меня сторонних не было, ищу человека, который был бы, так сказать, тоже такой же. А вот мы поженимся, мы же его как бы потеряем. Ну, дорогие мои, пожалуйста, вот этим вопросом даже не обременяйте себя. Существует понятие супружеское целомудрие. Господь сказал, и будет два одной плотью. Все, третьего не дано. То есть, когда люди соединяются в одно, у них соблюдается супружеское целомудрие. То есть, это верность друг другу до самой смерти. То есть, вот таким вот образом. Если это будет соблюдаться, тогда семья будет крепкой, и ничто ее не развалит. Никогда не будет такого, что некоторые говорят, вот у меня там подруга мужа увела. Ну, простите, но ведь муж-то, он же ведь не теленочек, которого можно за поводок ее увезти. Не, понятно, что там коварство врага рода человеческого, если он избрал свое оружие воздействия, такую женщину, то это, конечно, очень страшно. Но противостоять этому можно. Так что, мужчина, если вы любите своих жен очень крепко и дорожите своими семьями, особенно детьми, потому что я, например, смотрю на своих детей вот в эти 10 пар глаз, которые смотрят на меня, как на центр вселенной, когда вот эти, берешь его на руки, этого маленького самого ребеночка, и эта дочка гладит меня, так сказать, по щекам, этими маленькими пальчиками смотрит преданно в глаза. Дорогие мои, я просто морального права не имею быть под лицом. Поэтому здесь надо просто выбирать, что ты хочешь. Либо хорошую семью, верную жену и хороших детей. Ну, либо будешь, как козлик, бегать, скакать. Но ничего хорошего из этого, как говорится, не получится рано или поздно. Сказано же Господом, блудники и пьяницы Царства Небесного не наследуют. Поэтому, дорогие мои, если вы еще не повенчались, свенчайтесь, конечно. К этому надо серьезно подойти. Ну и храните чистоту целомудрия. Дело в том, что целомудрие, оно начинается не просто с чистоты тела, оно начинается с чистоты души. Если здесь в сердце нашем будут благие помыслы, хорошие, то есть мы избавимся, дай Бог, с Божьей помощью от греха, осуждения. Не будет никого осуждать, не пересчитывать чужие средства, не заглядывать в чужой огород, что там у них растет, или как у них хозяйство идет. Нам достаточно своего. Что нам Бог дал? Вот если мы на этом остановимся, будем, так сказать, жить в таком, как бы автономном своем моменте, в круге в таком, в семье, то, конечно, все будет нормально. Так что, дорогие мои, Божьей вам помощи в сохранении семейств, ну и, конечно, свои духовные, семейные вопросы, неурядицы, решайте в таинстве исповеди. Православие – это воинствующая религия. Мы воюем с грехом. Так что, Божьей вам помощи и победы над грехом, особенно в самом себе, потому что кто победил самого себя, тот и держал решительную победу. Ну а Бог вам в помощь. Аминь. 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 Продолжение следует...